Всем привет! С вами студенты из Саратовского Государственного Технического Университета имени Гагарина опорного вуза региона Виктор Соколов и Ангелина Арбузова. И мы начинаем новый выпуск программы «Сделано в СГТУ». Ангелин, а ты что, не слышала про биткоин? Да, в последнее время о нем слишком часто говорят. А почему ты спрашиваешь? А потому что в Вырбище прошли дебаты, посвященные такому актуальному вопросу, как биткоин-мыльный пузырь. Думаю, интересно будет посмотреть, какие аргументы привели обе стороны в этом споре. Институт развития бизнеса и стратегий организовал выступление участников дебат-клуба «Школы бизнеса». Речь зашла о биткоине, первой в мире цифровой валюте. Для участия были приглашены обучающиеся студенты, увлеченные криптовалютой, и специалисты в области финансов и электронных технологий. Новые технологии всегда несут в себе какие-то сложности, и мы хотим, чтобы люди разбирались в этих сложностях и приходили в эту систему подготовленными. Цель игры, организованной в подобном формате, – доказать точку зрения команды и перетянуть зрителей на свою сторону. Я впервые участвую в подобных дебатах, к тому же ограниченных как по времени, так и по функционалу. Мне, в принципе, очень понравилось. В процессе соблюдался строгий регламент. Участники здесь – спикеры, представляющие команду отрицания или команду утверждения. У каждого спикера своя роль и цель, однако команда стремится к общему результату, и все ее действия согласованы. Это тонкая стратегия, в ходе которой предстояло не только отстаивать интересы своей команды, но и искать бреши в утверждениях противника. За обеими сторонами сегодня стояли именно те люди, которые занимаются криптовалютой, созданием, исследованием, изучением и продвижением этой истории сегодня. Как просвещение. И очень было сложно той команде, которая оставила позицию против, потому что это ребята, которые занимаются именно криптовалютами. Быть зрителем такой игры не менее интересно, чем быть участником. Наблюдая за противостоянием двух сторон, можно неожиданно для себя посмотреть на тему дебатов по-новому. Спор о том, является ли биткоин мыльным пузырем, сейчас как никогда актуален. В ближайшее время они придут, эти криптовалюты, и чем раньше ты узнаешь о них что-то, чем больше ты будешь вовлечен, тем больше ты инвестируешь в свое будущее. То есть участвовать в подобных мероприятиях, искать где-то истину, копать какие-то новые знания, чтобы было что высказаться в рамках темы. Это очень актуально, и это пригодится всем. Зрителями стали студенты и магистранты, то есть те, кому этот мастер-класс может реально помочь, научиться виртуозно и грамотно оперировать фактами, защищать свои взгляды и мнения. Юлия Ершова, Кирилл Симонов. Сделано в СГТУ. Ну и масленица в этом году была. Чему так восторгаешься? Ну ты бы видел. Хороводы водили, блины раздавали, в конкурсах интересных участвовали. Да что я рассказываю, смотри сюжет скорее. Столбик термометра двигается вверх, настроение тоже повышается, аппетит разгорается. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина отмечает масленицу и зазывает весну вкусными и ароматными блинами. Блинщина, объедуха, масленица – это самый веселый и ожидаемый февральский праздник. Открыли его сказочные герои – зимушка, зима, весна, скоморохи и жители пяти стран, которые пригласили всех на масленичное гуляние. Задорные конкурсы, веселые песни и флешмобы – именно так гагаринцы проводили зиму. Здесь сегодня происходит масленица, это просто замечательный праздник. Тут можно получить такой заряд эмоций, который в обычный день точно не получишь. Все вводили хороводы, играли в ручеек. Веселее было отопление, наверхусь, надо как-то разогреваться. Не обошлось без традиционного сжигания чучела. Попробовали вкусные блины и с нетерпением ждут весны. Дарья Никиленко, Владимир Бенков. Сделано с ГТО. Витя, скажи, а что тебе на 23 февраля подарили? Это секрет, но это точно не гель для душа и не ножки. Но это правильно, ведь я считаю, что подарок должен быть оригинальным. А как считают наши преподаватели и студенты университета, мы можем посмотреть в сюжете. Сколько потом в автомате калашников? 32, по-моему. Ну, пусть будет 24. 38. Не знаю, предположу, 10, наверное. Мне сейчас из-за ваших вопросов по отношению кафедры отчислено. Ой, я не считала. 30. Ты знаешь, что такое портянки? Конечно. Что это? Портянки – это белый, ну, такой квадрат, хлопчат бума, ну, из хлопка, который вместо носков в армии, ну, на ноги. Да, конечно, это такая тряпочка, которая на ноги заворачивает. А почему? Для того, чтобы удобно в керзве сапог заправлять. Ну, это раньше в армии были вместо носков. Портянки, могу предположить, может быть, это какие-нибудь подтяжки для штанов, такие специфические. Ну, это ткань, которая раньше была в армии, которую набатывали на ноги, вместо носков. Ну, сейчас чулки, 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 чулки. У подполковника, наверное. У подполковника три. Капитана, не помню. Ну, так и у кого больше? У Капитана. Ну, я помню щит Капитана Америки, наверное, у Капитана Америки, ну, точнее, у Капитана, потому что там звезда даже на щите была. 23 февраля. Мне кажется, будет новый айфон. А если с фантазией не очень хорошо, то можно подарить носки и бритву, но тогда вы тоже можете получить на 8 марта что-то не очень хорошее. Доширак. Внимание, забота, вообще хорошее отношение. Ужин вкусный с мясом. Базальтопластиковые вантовые растяжки, сорбенты для очистки различных загрязнений, спектральный анализ металлических слабов. Стой, 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 подожди, это все что такое? Это все научно-технические разработки ученых Энгельского технического института. Десятки научных разработок были представлены в День российской науки учеными Энгельского технического института. Очень сложно представить себе учебу в ВУЗе без соединения учебы с наукой. Ведь мы должны готовить специалистов с завтрашнего дня и ориентироваться на завтрашний день. В стенах Энгельского технического института наука очень интенсивно развивается, несмотря на, казалось бы, очень сложную обстановку, санкции и так далее. Это дало, наоборот, определенный импульс для развития. Интерес вызвали самые актуальные проекты – базальтопластиковые вантовые растяжки, проведение спектрального анализа металлических сплавов, сорбенты для очистки водных поверхностей от различных загрязнений, в том числе от нефтепродуктов. Теперь на эту капельку нефти просто вот чисто схематично посыпаем этим сорбентом. Если вы видите, то нефть моментально поглотила, была поглощена сорбентом. Теперь встает вопрос, как же этот сорбент убрать с поверхности водоема. Так как у нас здесь с вами присутствует железо, железо обладает магнитными свойствами, то один из способов удаления – это магнит. В рамках выставки состоялась встреча главы Энгельского муниципального района Александра Стрелюхина со студентами. Они обсудили вопросы дальнейшего развития института. Трудно переоценить значимость технологического факультета. Специалисты машинно-аппарат химических волокон, пищевой промышленность, которая здесь готовится, технология машиностроения и многое другое – это те люди, которые работают на предприятиях, которые создают продукт, которые думают. Это интеллигентные люди, которые составляют основу нашего промышленного потенциала, людского. В преддверии дня волейбола студенты института провели товарищеский матч с абитуриентами – выпускниками Энгельской школы и выступили с инициативой организации спортивной лиги «ЭТИМ». Решили организовать отдельную лигу. В нее будут входить различные виды спорта. И участие будут принимать как школы, старшие классы, высшее учебное образование и средне профессиональное образование. Несмотря на то, что сборной института удалось забить больше мячей, как отметил директор «ЭТИ» Роман Грибов, победила дружба. Дарья Нехенко, Владимир Ленков, сделанного с ГТО. Ангелина, ты любишь спорт? Конечно, ведь движение – это жизнь. К тому же это очень весело. Весело, но трудно. А я так не считаю. Например, нашим доцентам и профессорам, которые сдавали нормы ГТО, трудности нипочем. Они тоже отжимаются и качают пресс на время. Нормы ГТО сдают доценты и профессора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. Выполнить нормативы решились около 30 сотрудников. Максимально активно принимают участие как и молодые ребята, молодые специалисты, так и старшие преподаватели, люди в возрасте. Комплекс ГТО разделен на несколько направлений. Прыжки в длину, наклоны вперед из положения стоя, отжимания и пресс. Среди первопроходцев оказалась Ольга Ушакова, доцент кафедры радиотехника и телекоммуникации. Вообще я за здоровый образ жизни, очень люблю заниматься спортом. В частности, вот мое хобби – это танцы, такие современные танцы. Дух соперничества заменила дружеская атмосфера, а главной мотивацией была борьба над собой. Я специально целенаправленно готовился к этим соревнованиям, надеялся показать лучший результат. Ну, по крайней мере, двух дисциплин для меня – это пресс и отжимания. Я считаю, что людям нужно заниматься спортом, потому что это, скажем так, заложено природой в человеке. Ректор технического вуза Игорь Плеве наградил победителей и призеров спартакиады профессорско-преподавательского состава. Абсолютным чемпионом в личном первенстве второй год подряд стала Алена Егорова, старший преподаватель кафедры медиакоммуникации. Лучшие из лучших будут представлять вуз на региональных соревнованиях. Я думаю, что я начну уже прямо вот с сегодняшнего дня это делать, пойду на каток, буду еще больше отжиматься, заниматься йогой, чтобы совершенствовать свою растяжку. Ну и учиться, главное, прыгать в длину, поскольку это пока мне не очень дается. Но самое главное, это побороть себя, заставить ежедневно приходить в спортзал, утром делать зарядку. Вот именно это, наверное, мне и поможет подготовиться. Сотрудники вуза доказали, что спорт помогает развиваться не только физически, но и является отличным стимулом для личностного роста. Так что студентам есть на кого равняться. Дарья Аникиенко, Владимир Ленинков. Сделано в СГТУ. И все, что вам осталось сделать, это подписаться на наш инстаграм и вступить в группу ВКонтакте. А с вами были студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, Виктор Соколов и Ангелина Арбузова. Всем пока!